Это Финам ФМ, меня зовут Юрий Пранько и на волнах нашей станции ежедневная программа «Сухой остаток». Вообще, на самом деле, я сейчас себя буду сдерживать, да, я буду себя сдерживать, потому что вот совпало, да, так мы договорились с нашей гостьей и с гостем, который у нас сегодня будет по телефону. Сейчас я вам все представлю, всех представлю, да, расскажу. Но сегодня мы будем говорить о новшествах, я бы сказал, инновациях от российского правительства, а точнее от отечественных чиновников. О новой налоговой политике мы поговорим, о том, как в России быть выгодно бедным, нищим, но точно неуспешным, небогатым, несостоятельным. Но это, на самом деле, еще только вступление мое, потому что я обозначу сейчас несколько блоков, на фоне которых мы будем обсуждать сегодняшнюю тему. Значит, ну вы все уже знаете о том, что надо срочно вебу купить шахту Распадская. Срочно! Такого более срочного, важного дела сейчас нет в Российской Федерации. Это 700 миллионов в долларовом эквиваленте. Ни много, ни мало, да? Это разница, которую получит нынешний бенефициар компании Евросхолдинг. Я поясню, значит, стороны договариваются веб и Евросхолдинг, значит, что веб купит шахту Распадская на 30% дороже, чем сейчас рыночная стоимость на рынке. Напомню всем, веб является государственной корпорацией, финансовые ресурсы являются государственными. Пункт второй. Срочное дело, срочное дело, санация Банка Москвы. Внимание, сейчас цифры. Для тех, кто, если вы сейчас на машине, вы остановитесь от греха подальше. Вот просто я вам советую, да? Значит, проект расходов из госбюджета на 2012 год. Я вообще благодарен Кудрину. Я вот единственному министру, вице-премьеру, кому я благодарен, реально. Он, по крайней мере, все рассказывает, как есть. А дальше уже, конечно, не от него многие вопросы зависят, но он рассказывает, как есть. Значит, проект расходов из госбюджета Российской Федерации на следующий 2012 год. Внимание! Здравоохранение 498 миллиардов. Я понимаю, что на слухах тяжело, но вот как-нибудь послушайте, да? Здравоохранение 498 миллиардов. На все образование 560 миллиардов. На всю науку 255 миллиардов. Сейчас, внимание, круто! На всю культуру 81 миллиард. На санацию Банка Москвы 295 миллиардов. У меня нет слов. У меня просто, понимаете, у меня нет слов. Вот вам сухие цифры. Вот просто сухие до омерзения. Дальше. Значит, сегодня выхожу из подъезда своего дома. Сейчас вы поймете, куда я все клоню. И читаю объявление. Уважаемые жильцы, в связи с вероятностью повторения пожаров, просим купить в аптеке кислородные маски. Вы понимаете, что столица приближается вновь к часу Х. Синоптики говорят 35-38. И далее, в ближайшие две недели в столице. И в объявлении аптекарей и врачей фраза повторения пожаров. С вероятностью повторения пожаров. У меня единственный вопрос к власть-придержащим. Где 140 миллиардов, которые были направлены в прошлом году вице-премьером министром финансов Алексеем Леничем Кудриным, на предотвращение, профилактику и ликвидацию возможных возгораний? У меня один и единственный вопрос. Где деньги? Почему аптекари, почему врачи нас вновь предупреждают? Кстати, по пропагандистским каналам то же самое сейчас идет. То, что очень большая вероятность повторения того коллапса, в котором мы были в прошлом году. Ну и венец всего этого. Ну, правда, уже это так мелочь. Потому что нужны деньги, 400 миллиардов в связи с отменой вот этого повышающего коэффициента ССН на страховые взносы. Нужны бабки, да? Выпали у нас 400 миллиардов. И правительство нынешнего премьера Путина пообещало снизить ставку страховых платежей во внебюджетные фонды с 34 до 30 процентов. Это, кстати, требование президента Медведева. И одновременно решило обложить дополнительным 10-процентным еще налогом зарплаты, превышающие отметку 43 тысячи рублей в месяц, либо 512 тысяч рублей в год. Для справки, 77,6% трудоспособного населения Российской Федерации, по данным Росстата, получают зарплату менее 25 тысяч рублей в месяц. Для них, получается, в общем-то, будет послабление. А вот тем, кто успешный, кто на собес не рассчитывает, получайте. Как говорит моя маленькая, младшая самая дочь, флаг тебе на шею, папа. А нет, флаг тебе в руки, барабан на шею и трубу в зубы. Вот такой вот вам привет от федерального правительства. Наталья Корниенко, заведующая лабораторией налоговой политики Института экономической политики имени Егора Гайдара. Сегодня у нас здесь в московской студии. Наташа, добрый вечер. Добрый вечер. Вот вы профессионал. Расскажите мне вообще, что это? Что это? Потому что я боюсь взорваться. Я реально боюсь взорваться. Они вообще куда? Они что делают? Какая у них мотивация? 400 миллиардов у них выпали, да? Кудрин и Дворкович говорят. Больше все, больше не дадим. Никаких распилов, ничего. У нас распадская с санации Банка Москвы. Куда круче? Ну, во-первых, вы знаете, когда вы сказали по поводу 43 тысяч, и сказали, что наша страна не заинтересована в успешных и так далее, я бы еще сказала, не заинтересована в трудолюбивых. Это очень напоминает продразверстку. И Кулаков, которые работали всей семьей, а у них потом отбирали. Прямо... Один к одному. Один к одному ведь. Потому что все бедным. Все бедным, ленивым, пьющим. Сейчас можно добавить наркоманам. Вот и так далее, и так далее. И отнюдь не успешным, не трудолюбивым, и не инновационным. Потому что инновационные 100% выше, чем 43% будут. У них по-другому прибыльность, рентабельность бизнеса. Они не станут инновационными, если у них будет меньше 43%. А давайте посмотрим, я сразу сделала, в основное направление налоговой политики, в проект. У нас там половина направлений – это инновационные меры. Это стимуляция инноваций. Какие инновации, если у нас с другой стороны вот это? Какие? А есть еще целый сектор, так сказать, псевдоинновационных, но не то чтобы псевдо, а которые не подходят под критерии, но по сути это инновации. Но они не подходят. И что, мы их сейчас зарежем, да? Вот, вы совершенно справедливо сказали. Ну, 77, ну, в общем, получается порядка... Ну, РУС-стат дает такие цифры, да. Да, так оно и есть, да. Порядка 20% получит, собственно говоря, повышение. Повышение налогового времени, да? Плюс 10. Это для них. Поэтому, конечно, очень грустно. Ну, вы знаете, про Кудриного вспомнили. Ну, вот так же сейчас же недавно прозвучало бюджетное послание. И вот в который раз смотрю прогноз доходов федерального бюджета. Какие же они? И сравниваю с основными направлениями. А как я сказала, в основных направлениях у нас основные реформы. И по отчетности на планируемые периоды, там, 13-14 год, это инновационная экономика. Вот. Так вот, у нас основные показатели для прогноза доходов. Все то же самое. Цена на нефть, цена на газ, нефть, газ, нефтепродукты. Что-то я не вижу здесь. Никаких инноваций, ни торговли технологиями. То есть, на самом деле, они не скрывают. Этого ничего нет. Да, вот, пожалуйста. Нефть, газ, газовый конденсат, пожалуйста. Вот она, основные показатели. Какие же они? А что еще планируется, допустим, изменение доходной базы федерального бюджета? Смотрим дальше. Ну, повышение ставок акцизов на табак, повышение ставок акцизов на алкоголь и индексация ставок НДПИ на газ. Вот. Больше ничего другого нет. Топливо у нас там тоже веселая ситуация. Больше у нас ничего нету другого-то. А, ну еще таможенные пошлины прогнозируют доходы. Правда, не знаю, что получится, особенно в контексте вступившего в силу таможенного союза с 1 июля. И отсутствие основных документов, которые бы координировали работу таможенных и, в скобках, налоговых органов между нами, например, Казахстаном. Потому что люди вот сейчас уже осуществляют поставки в Казахстан, а им таможня документов не дает, а НДС все равно по стране назначения. Они приходят в налоговую, прямо приходят и говорят, скажите, что нам делать? У нас нет документов с таможни, у нас внутренние границы ушли. Они говорят, несите документы. У нас нету. А если мы, говорит, письмо принесем из Федеральной таможенной службы о том, что документы не разработаны, ну это же не основание для того, чтобы вам отказать. Понимаете как? И это еще цветочки. Это только сегодня 13 число. А 1-го 07-го вот все началось. Представляете? А Казахстану не нужно. Казахстану это не нужно. Это нам нужно. А этих документов нет. У нас есть хотя бы с Беларусью хоть какие-то соглашения есть в рамках таможенного союза. А с Казахстаном, ну вот, что делать? Вы можете вот понять, я понимаю, что в головы чиновников мы не влезем, да? Потому что вот я правда, мне впервые программа, которую мне тяжело вести, потому что я боюсь выпасть. У меня не просто накипело, да? У меня этот идиотизм уже не вызывает никакого, вот понимаете, обоснования. Но, Наталья, вы-то все-таки человек может быть более не эмоциональный, как я, да? Вы какое-то вот объяснение всему происходящему можете найти? Вы знаете, вот ожидая программу, я пришла к выводу, такая сформулировалась у меня фраза, что налоговая база – это очень пугливая птица. Упустишь и не поймаешь. И вот это уже в который год, понимаете, вот, условно говоря, с 2005 года и вот сейчас правительство делает такие действия, что уже дальше никто, кричи волки, никто не прибежит. То есть даже если завтра снизят ставки, я думаю, никто не прибежит. Это никому не надо. Зачем? Потому что послезавтра их опять повысят. Понять правительство можно. Опять же, смотрим бюджетное послание. Мне нравится, Наталья, подход. А нас так смотрим. Что у нас там? Понимаете, я юрист. Да. А, так вот еще. Понятно. Я не обсуждаю, хорош закон или плох. Вы рассматриваете фактологию. Я смотрю, как бы применяется он, соответствует действию закону или не соответствует. Если не нравятся законы, извините, езжайте в другое государство, там другие законы. Если вам здесь законы. Кстати, иезжают. Или меняйте законы. Была у вас тут недавно онлайн-конференция. Очень многие люди переживают так же, как вы, очень эмоционально. Почему так? Почему? Я хочу спросить, друзья мои. Есть опора? Есть деловая Россия? Есть другие? Наташ, вы о чем? Я хочу сказать, что если вы будете сидеть на кухне и ничего не... Деловая Россия с опорой на пару уже в так называемом Народном фронте? Да вы что? Я-то... Вот понимаете, моя наивность была вот где-то пять минут тому назад такая же, как у вас. Я образно говорю, да? Ну да, да. Но когда я пообщался, у меня есть два проекта. Вот сухой остаток и реальное время. В реальное время политики приходят. Вы знаете, лучше бы некоторые из них не приходили бы ко мне. Потому что вот я им даю возможность высказаться. Они, знаете, как бутон такой раскрываются. Ну да. И когда я их спрашиваю, слушайте, а как вот? Вы же вроде как бизнес. Вы же там вас мочат, да? Вы знаете, Народный фронт, это они мне отвечают. Это реальная площадка для дискуссии. Я говорю, а парламент не хочется сделать реальной площадкой для дискуссии? Вот и все. Вот вы понимаете? Вы еще наивне, оказывается, чем я. Вы еще рассчитываете на то, что это возможно. Нет. Факт жизни показал. Нет. Когда пришел Владимир Владимирович на конференцию деловой России, они там головки-то так склонили. Я думал, они... Вот мне порой жалко нашего премьера. Он, по-моему, испытывает не очень комфортную для себя ситуацию, когда люди готовы вот падать просто. Они штабелями ложатся. Ему даже... Он только вроде как хочет что-то сказать, а они уже аплодируют. Он... Здравствуйте! А они уже овацию ему устраивают. В общем-то утруждать себя сильно не стоит. Да, ну вернемся. Так вот, куда мы собираемся тратить, да? Что нам нужно? Нам нужно обеспечить, сбалансировать бюджет пенсионного фонда. Проиндексировать оплату труда федеральных госслужащих. К которым в этом году, да, добавляются полицейские, да? Да. Обмениваются, обмениваются. Очень мне понравилось, что обменялся федеральный... Чем обменялся федеральный бюджет с региональными? Туда отдали там детские пособия, еще что-то, а себе забрали полицию. Ну, все, я думаю, на детских пособиях крест ставим, потому что регионы детские пособия, это неинтересно. Конечно. Это все? Это, как говорят... Это не тот масштаб. А что там, защита прав детей, там, матерей и прочее, прочее, это вообще никого не волнует? Астахов будет вести, что он там ведет, суд или как это называется его программа? Ну, Астахов, как уполномоченный правом человека, он молодец. Ничего нельзя сказать, что один в поле войны, иногда что-то получается. И учесть, что он один... Да какой он один? Наташа, в каждом субъекте федерации есть уполномоченный по правам ребенка? Есть, конечно. Но вы кого-нибудь из них слышали? Когда вот этих дам из Нижнего Новгорода, там, в Финляндии сажали, вы их слышали? Вы и не слышали, вы только Астахова слышали. И это же не связано, потому что только он может прийти к... Ладно, знаете, ладно, бог с ним, Астахов. Пусть занимается, да, там отстаивает, но поменьше бы под камеру, да, побольше бы реально, да. Так вот, смотрите-ка... ПФРовский, давайте-ка бюджетик мы рассмотрим. Да, давайте посмотрим. Так, значит, модернизация, программа здравоохранения, образования, это вот то, что вы цитировали, куда деньги-то пойдут. Ну, вооружение, военное, жилье военных, так, полиция, инновационного, инвестиционного развития. Это вот у нас в самых, как говорится, основных, да, это у нас приоритетные направления, связанные с улучшением условий жизни человека, адресным решением, социальных проблем, повышение качества государственных, муниципальных услуг, стимулирование инновационного развития страны. Дамы и господа, уважаемые слушатели, вы что-нибудь поняли, да? Ну, вот так вот пишутся законы. Основные... Нет, это не закон, не надо. Это основные направления бюджетной политики, и, соответственно, он повторяет послание президента, бюджетное послание. Вот, то есть это то, к чему стремится наш Минфин, вот, и наше правительство в своих, так сказать, деяниях, в своих тратах федерального бюджета. Да, и не скрывает то, что... И не скрывает, да. Вы ПФРовский-то бюджет будете рассматривать со мной или нет? Увеличение трансфертов до 3,6 триллиона к 2014 году. Знаете, у меня трафаретная память, и вот если запомнил эту цифру, да, то все. Это, причем, значит, 2012 год, то бишь следующий год, прямые трансферты на покрытие дефицита бюджета, то есть прямые отсигнования именно покрытия пенсии, да, 1 триллион 60 миллиардов рублей, то есть это я по памяти вот железобетон напомню. Вот это же говорит о том, что они все профукали пенсионную реформу, провалили пенсионную реформу. Ну, на самом деле вопрос пенсионной реформы, это расширит нашу программу просто до бесконечности, потому что это, наверное, самый больной вопрос, по моему мнению. Но я хочу сказать, что ведь это то, что закладывается, планируется. А в связи с страховыми взносами даже Эльвира Схивзадуна, собственно говоря... Которая Набиулина, которая глава Минэкономоразвития. Да, да, она вот сказала, что да, зарплата уходит в тени, вполне возможно мы не получим. Мы не получим таких доходов. Ой, Лилии. Да, 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 понимаете? То есть все-таки понимание-то есть, что курочку-то режут. А в прошлом году, когда все, вот мы за эфиром об этом говорили, да? Только матом не крыли и говорили, не надо делать, не надо переходить с ССН на страховые взносы. Зачем это было сделано? Ну, так скажем, повышать не надо. Может, и можно было бы провести такой эксперимент в плане администрирования ради бога. Наташа, знаете, почему не можно? Потому что вот то, о чем вы выше говорили. Бизнес, правила игры для бизнеса не должны меняться с периодичностью дуновения ветра. Это я с вами согласна. Тем более, что ЕСН был создан, по сути, по принципу единого окна. Упростить, улучшить, облегчить. А в результате все вернулось на круги своя, да еще, так сказать, в худшей реализации, в худшей своей форме. Вот, поэтому, да, здесь так. А что, собственно говоря, почему вам налог на недвижимость-то не нравится? А, значит, я объясняю. Я эту позицию озвучивал всегда, куда бы меня не приглашали. Я считаю, что страна не готова к переходу на рыночный налог на недвижимость. Значит, поясню для слушателей. Речь идет о новации, которую сейчас двигает президент. Слушайте, я в последнее время с президентом стал пикироваться. Все чаще, да? Но он сказал об этом на петербургском форуме, а я сказал где-то еще в первом квартале, да? Почему не готова? Мы говорим, малый-средний бизнес, средний класс, душечки, они должны быть основой для российской экономики, для российского общества. По кому шарахнет этот налог? Именно по ним. Да, конечно. У них автокредиты, у них ипотечные кредиты, у них потребительские кредиты. Они не вбегают в собесы, они имеют свой бизнес. Кого вы рубите, ребята? Оставьте их в покое. Покойный Сергей Васильевич Багапш, президент Абхазии, при первой нашей встрече еще сказал, Юр, народ, он вот такое вот создание, которое пусть жирком обрастет. Но нельзя их рубить налогами. Это президент маленькой Абхазии, у которой там доходная часть, наверное, на 90% формируется за счет российских трансфертов. Вот он как раз чувствует, когда рубит. Вот он-то как раз чувствует. А здесь, это первый пункт, пункт второй, значит, мы говорим там, рожайте, воспитывайте, да. Еще раз, удар через рыночный налог на недвижимость именно по этим людям, которые могут потенциально выводить, ведь у нас демографическая ситуация страшная, Наташа, вы же это понимаете. Если посмотреть, французы выпускают календарь, да, простите, атлас ежегодный, да, где демографическая карта мира. Так вот, яма на территории центральной России. Мировая демографическая яма — это центральная Россия. Поэтому я считаю, страна не готова. Мне говорят, там, стариков защитят. Я знаю, как в нашей России право применения происходит. Не мне вам рассказывать, как вы юрист, да? Ну да, мы уже с вами об этом сказали. Что со стариками начали, будут делать. Да не только стариками, молодежь, которая встает на ноги, семьи там, один-два ребенка, повелись. Да, повелись. Вот понимаете, ключевая фраза — повелись. А скоро на этой территории вообще никого не будет. Вот такими темпами. Китай. Я не готов учить китайский. Понимаете? Я не готов. У меня проблемы с языком. Я могу говорить только по-русски, да? И люблю жить в России. Почему я должен жить в Китае? Хотя наши пенсионеры из Хабаровска, с которыми я встречался, кстати, из Владивостока, да? Они приезжают жить, они живут в Китай. Они раз в месяц приезжают в Хабаровск, чтобы получить пенсию, и обратно уехать. Там дешевле. Ну да, да. При определенных условиях. Я просто почему. Понимаете, тут есть один нюанс, связанный с тем, что налог на недвижимость, вот когда его вводили, допустим, в порядке эксперимента в Великом Новгороде, его таки как раз ввели только для предприятий. Выделили конкретный сегмент. Абсолютно. Налогоплательщики, это было только для предприятий. Сейчас очень все ссылаются на этот закон об эксперименте, о том, что был эксперимент. По-разному перевирают результаты. Но это не суть важна, а самое интересное, что его-то ввели для предприятий. Потому что мэр... Да, я-то говорил о физиках, безусловно. Естественно. А мэр, он не рискнул. А это был очень хороший мэр. Понимаете, Корсунов был сильный мэр, сильный управленец. Ему единственным из двух городов удалось объединить, сделать одно окно, объединить юстицию, сделать кадастр, провести оценку, вычистить все объекты, выяснить там, какие у кого какие права. Понимаете? И он не рискнул. Не рискнул он. В результате, в эксперименте было там 40 предприятий. К нам присоединяется Сергей Алексашенко, хорошему знакомому, и мой друг, директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики. Сергей, добрый вечер. Юр, добрый вечер. Я не знаю, если он добрый при такой теме, которую вы сейчас обсуждаете. Да, вот я даже признался слушателям, мне не стыдно. Это первая программа, которую мне сложно вести в плане не выпасть из зоны русского литературного языка. Я вот хочу понять ваш взгляд, Сергей, вообще что происходит, куда это все катится. С одной стороны, Распадская банк Москвы, с другой стороны, популистское решение и повышение налога для тех на заработную плату, тех, кто успешен, кто работает, кто пашет. Вот как сказала Наталья Криненко, она со мной тоже здесь в студии, она заведующая лабораторией института Егора Гайдара. Вот вообще, это какой-то сюрреализм для меня. Юр, ну вот давайте так отстранимся и посмотрим с высоты истории. Вот Россия была сказана кем-то, что она существует для того, чтобы преподавать миру невыученные уроки. Вот был утопический социализм, мы взяли и попытались реализовать его на практике. Вот теперь мы пытаемся на практике реализовать тему, которую Айн Рен, там, Батлант расслабил от плечи, да. То есть вот создать невыносимый инвестиционный климат для бизнеса. Вот мы пытаемся реализовать это на практике. Ну да, хотим посмотреть, что из этого получится. Вот люди уже написали в книжках, что из этого получается. Мы хотим сделать это на практике. Там, не знаю, американская революция начиналась с лозунга, там, но taxation without representation, да, то есть нет налогообложения без представительства в органах власти. И английское, кстати, английское движение с этого начиналось все. Вот у нас, а у нас есть, да, нас пытаются обложить налогами, при этом не давая никакого политических свобод, да, политического выбора, ничего. Ну вот, живите как хотите. Мне кажется, что власть просто испытывает терпение, да. Они считают, что народ неграмотный, народ темный, народ необразованный. Ну, значит, можно делать все, что хочешь. Все равно никакой ответственности нет, ну, ведь это они в чем-то вправо. Не, ну, подождите, ну, какая-то совесть должна быть. Вот я смотрю, значит, с одной стороны... Ну, извините, извините, и слово не понял. Ну-ка еще раз это повторите. Это вот, Сергей, то загадочное слово, которое, как мне представляется, должно присутствовать у каждого человека. Как можно в проекте бюджета... Политика, политика, дело грязное. Никакой совести там быть не может, Юр. Речь идет об удержании власти, да, о том, чтобы пилить, распиливать, откатывать, заносить, получать. Ну, при чем здесь совесть, Юр, какая? Совесть состоит в том, что вот там выкупить там землю Грефа, в Бербанк, в Рублево-Архангельском, да, и построить там финансовый центр. Вместо того, чтобы улучшать инфраструктуру... Мне сегодня сказали, там будет построен парламентский центр. Ну, вот еще и парламентский центр. Земли много, да. Да, мы не знаем, или земли тех людей, которые там вокруг Домодедова, да, на южном направлении купили. Вот теперь их в Москву, да, пусть застраивают. Вот она совесть, вот она, вспоминаю, объединение бизнеса и капитала. Как там государственный монополистический капитализм назывался раньше этого дела? Не, ну, Сергей, ну подождите, я призываю вот как-то вот к более такому разумному подходу, что ли, да, и не столь циничному. Но я хочу просто понять, кстати, вопрос как бывшему первому зампреду Банка России, да. Вот с одной стороны санация, Банка Москвы 300, почти 300 миллиардов, да. С другой стороны, проект бюджета в следующем году на культуру 81 миллиард, да. При этом снижение на неокоры и на науку. Я просто сегодня тоже внимательно проследил, да. Там, там, и спорил с одним единороссом, который мне доказывал, что они увеличивают. Я говорю, шиш вам. Посмотрите, что Кудрин показал уже на правительстве. Сергей, я просто хочу понять, ведь у системы любой должна сработать система самосохранения, уж простите за тавтологию, да. Но не могут же они так бездумно, так нагло это все делать? Посмотри, система самосохранения, система самозащиты, да, сработала там несколько раз за эти 12 лет. Да, вот были, если помните, события начала 2005 года, монетизация льгот. Там тысячи, десятки тысяч пенсионеров вышли на улицу по всей стране. Но система защиты сработала. Система защиты сработала тогда, когда в Калининграде, там, 10 тысяч человек вышли на улицу против губернатора. Сработала система защиты. Еще когда-то вот отдельные случаи, когда реально сталкиваются с проявлениями недовольств, да, когда система понимает, что ее устойчивость и что-то угрожает, она включает элементы самозащиты. А сейчас я что-то этих угроз не вижу, да. Я не вижу никаких угроз для устойчивости этой системы. Почему она должна чего-то включать? Словить какую-то там, еще что-то. Нет, подождите, вот как угрозы нет? Вот они решили, значит, обложить дополнительными налогами людей, успешных людей, которые пашут, людей, которые, может быть, на двух работах работают и имеют высокие заработные платы. Или относительно высокие заработные платы. Потому что это же понятие относительное, да, кому-то жемчуг, кому-то борщ, да. Но это же прямой вызов обществу тем успешным, которые не обращались к ним за помощью. Разве нет? Юр, Юр, если вы вспомните, то на самом деле повышение налогов состоялось в этом году. С 26 до 34 по всем бизнесам, и с 14 до 34 для малого бизнеса. Ну, что-то я, ну, что-то спокойно, ну, не вижу я такого возмущения массового. В тень уходит? В тень уходит? Ну, Юр, пока, вот, значит, уходит в тень в такой маленькой скорости, что пока это не вызывает тревоги, да. Ну, вот, по крайней мере, я понимаю, там, политическую тревогу, да, там, президента Медведева. Ну, вообще, говоря, на кассе сидит Олег Сергеевич Кудрин, деньгами распоряжается Владимир Владимирович Путин, и пока не видно, чтобы они проявляли тревоги. Ну, значит, не так активно уходит в тень. Просто полугодия не истекло, простите. Или рост нефтяных цен это все маскирует. Ну, одним словом, система пока не видит угроз. Ну, вот, подождите, Сергей, Наташа, пожалуйста. Я просто хочу сказать, полугодие это не истекло, у нас данных нет, ростата, мы еще пока не знаем, никто не может посчитать. Вот сейчас к осени же будут цифры, мы поймем, сколько ушло в тень, потому что, вот, как я говорила, уже Минэкономразвитие уже начало беспокоиться, есть какие-то предварительные оценки, то есть оно уходит в тень, но мы просто не видим. Наташа, я думаю, что действительно уходит в тень. И я думаю, что мы с вами, как там аналитики и следователи, действительно что-то посчитаем, взгляд по осени. Да, но вот политики, они считают, вот особенно Минэкономразвитие, он считает по кассе. Он понимает, сколько у него денег в кассе. И он понимает, что в кассе у меня сегодня все в порядке. Ну, и он, соответственно, транслирует премьер-министру, с налогами все в порядке. То есть, типа, нормальная, правильная у нас налоговая политика. Вы обратите внимание, Кудря выступает категорически против снижения социального налога. Он выступает против снижения социального налога. Это означает, что у него убеждение, что все в порядке, все правильно было сделано. Ну, на самом деле, когда повышали, он был против, по крайней мере, первые периоды. Ну, слушайте, он всегда против до тех пор, пока премьер-министр не примет решение. Да, вот как только премьер-министр принимает решение, он тут же за становится. Вот сейчас, в этот раз, да, он не сказал, что давайте снижать. Он сказал, нет, снижать неправильно. Опять, вот разница подхода политики и исследователей. Вот можно там с вами считать, спорить о методологии, так посчитать, так посчитать. Настолько процентов, настолько процентов. А Кудрян смотришь в кассу. Все в порядке с деньгами. Ну, значит, нормальная налоговая политика. Он пока не чувствует тревоги. Ксения, ну вот на фоне того, что там апокалипсис рисует для Америки, кто-то рисует для Европы, а вот по вашему мнению, в России как будет ситуация развиваться? Сценарий для России, вот ужасный сценарий для России, я вижу следующий. В ближайшие три года пять миллионов молодых людей уезжают. И бизнесменов. На самом деле, вот это самый страшный сценарий, потому что, если помните, недавно был опрос Левада-центр. Готовность людей уезжать в среднем 20%. Средняя цифра это по больнице. А когда смотришь разбивку, то молодежь 50%, и бизнесмены 50%. Вот что тревожно. Ну, все думающие. Вот если все говорят. Все, кто думает, все, кто в состоянии мыслить. Подождите, мы же сейчас обсуждаем, что катастрофический сценарий для России. Вот поверить, что цены на нефть упадут до 60 долларов или до 40 долларов за баррель, я не могу. Вот мы по-другому сейчас. Пока американцы печатают деньги, все в порядке с нефтяными ценами. Вот для нас угроза состоит ровно в том, что правительство продолжает проводить политику, которая ведет к ухудшению или к закреплению плохого инвестиционного климата. В ответ на это бизнес говорит, да пошли вы все. И молодежь понимает, что угловить здесь нечего. И просто начинает массово уезжать. Ну, 5 миллионов за 3 года, предположим. Вот это будет сильнейшим ударом по российской экономике. Вот тогда у Кудрина сработают триггеры, что что-то не в порядке. Но уже будет поздно. Потому что вернуть гораздо тяжелее, чем выгнать. А оптимистичный сценарий есть? Я уж прям так вот в растерянности. Юр, все оптимистические сценарии, которые можно придумать, они упираются в некое просветление мозгов у лиц, принимающих решения. Но, к сожалению, надежды на это очень мало. Ну, почему я не могу отказать людям в том, что они вдруг начнут правильно думать, вдруг они начнут принимать адекватные решения. Наверное, такое может получиться. Просто вероятность этого оценивать тяжелая. Вы знаете, мне кажется, вы очень много ждете, хотя бы остановились. Просто ничего бы не делали. Нет, нет. Уже мало. Уже мало. Он настолько плох, этот климат, да? Что если 50% молодежи готовы просто взять и утехать, понимая там кучу рисков, понимая кучу проблем, у нас английским языком столько не владеет. То есть готовы уезжать люди, которые даже языками иностранными не владеют. Они готовы брать все риски на себя. Вот только уехать отсюда, понимая, что здесь вот такая душная, неблагоприятная атмосфера, где там, не знаю, без взяток, без мордобоя ничего не получается в стране. Сергей, спасибо большое. Да, да. Сергей Алексашенко, директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики, был у нас на связи со студией Финам.фм. 65 10 99 6 3w.finam.фм. И хочу послушать ваше мнение, уважаемые слушатели. Напомню, что здесь со мной в московской студии Финам.фм. Наталья Корниенко, заведующая лабораторией налоговой политики института экономической политики имени Егора Гайдара. Что думаете? Вообще вот я, Наташа, тоже за эфиром сказал. Я отношусь к людям, которые просто жестко стоят на позициях закона, да? Соблюдение закона я не приемлю никаких революций. Вообще ни в каких формах. Потому что я прекрасно понимаю, плодами революции пользуются не люди, не простые люди. И даже не те, кто их поднимает. Абсолютно. Это исторически доказанный факт. А заплотно закротными дверями это все происходит, да. Но с другой стороны, я не могу согласиться с теми российскими политиками, которые пытаются выбить из российского общества тот самый средний класс. Тех людей, которые сами за себя отвечают, не бегают в собесы, не вспоминают с ностальгией о прошлом, а смотрят в будущее. Вот их сейчас пытаются низвести под ноль. Вот такая усредненная серая масса. Вы вдумайтесь, 77% россиян зарабатывает менее 25 тысяч рублей. Я хочу сказать, что я вот по России очень много езжу. У меня мама живет в провинции. Но теща у меня живет в Петербурге. Ну, кстати, Петербург тоже очень сильно отличается от Москвы. Даже вот, казалось бы, вторая столица там или первая столица. Я в разных бываю регионах. Вообще это страшно, на самом деле. Ну, вы знаете, я хочу сказать, что вот если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то вот нет повода почему-то для оптимизма. А так хочется его найти, да, Наташа? Очень хочется найти повод для оптимизма. Просто когда вопрос со ставками решался, в общем, часть экспертного сообщества сравнивала там общую налоговую нагрузку, ставки, да, налоговую базу. Говорит, ну, в общем, это не хуже, чем в каких-то иных странах мира общая налоговая нагрузка. Да, но мы забываем, что у нас есть не налоговые платежи. Я бы сказал, внеправовые платежи. Внеправовые платежи. У нас есть и правовые проблемы сколько угодно. Я вам приведу абсолютно недавний пример. Был бизнес-завтрак, посвященный торгово-розничным сетям. Проводила одна консалтинговая компания. И у них проблема. Проблема с воровством. А проблема заключается в том, что в законе очень хорошо все написано. Товарные потери, которые, так сказать, при отсутствии виновных лиц, учитываются в целях расходов в том случае, если, значит, зафиксированы соответствующему органу государственной власти, да? Ну, то бишь МВД. А МВД отказывается в справках о том, что у них украдено. И получается, что вроде было написано, что все правильно. Только у МВД никто не спросил. Смогут ли они это давать? А у них несоответствие очень простое. Они не могут каждый день держать милицейский пост, например, там, не знаю, в Ашане. И в конце дня фиксировать, сколько бутылок водки было выпито, носков украдено, печенок съета посетителями. Они не могут. Им заявление, они должны действия производить оперативно-розыскные. Они не могут прям тут же вынести постановление. Все, круг замыкается. Это же, это, знаете... Может, это мелкая проблема? Это такая мелкая... Вот я только хотел сказать. Это мелкая проблема. Тут такой масштаб. На 45 километров от МКАДа, шарах, да, строим парламентский центр, финансовый центр. Я сегодня задавал вопрос, где деньги? Чьи деньги? Так вот, подождите, я как раз к деньгам хотела это подвести. Понимаете, ничего не изменится. Ни вопрос с товарными потерями, ни вопрос, на какие деньги строить новый парламентский центр в районе Подольска, там или где еще, да? А не изменится это до тех пор... В поле. Не важно. Хоть на Луне. Не важно. Важно другое. Мы до сих пор не знаем, например, сколько налогоплательщикам обходится одна налоговая проверка. Сколько денег из бюджета потратится на одну налоговую проверку. Мы до сих пор этого не знаем. Цена вопроса. Цена вопроса. Понимаете? Мы этого не знаем. Да, замечательно. У нас, например, по налогам уже несколько лет там существуют критерии отбора налогоплательщиков, проверка. Да, замечательно. И все знают эти критерии. И раз по соответствующей критерии, значит, точно придут, приходят и по-другому. Но понимаете, в чем дело? До сих пор во всех странах мира, вот, например, все налогоплательщики знают, ну, есть возможность узнать, это известные цифры, сколько стоит проверка. У нас никто не знает. У нас никто никому не отчитывается. У нас полицейский не отчитывается за то, сколько он моих денег потратит. Он не считает, что он мои деньги тратит. У нас налоговый орган не считает, что он наши с вами деньги тратит. Мы с вами работаем круглосуточно. А он не считает, он считает, мы ему должны, а не они нам. Вот когда у нас будет отчетность, тогда можно будет о чем-нибудь говорить. А так, понимаете, ну, опять же, как юрист, да, пока нет ответственности, норма бессмысленна. Она состоит из гипотезы, диспозиции, санкции. И когда одного нет, это инвалид. Вот и все. Наталья Корниенко, заведующая лабораторией налоговой политики института имени Егора Гайдара. Давайте общаться со слушателями 65, 10, 99, 6, 3w.finam.fm. Добрый вечер. Алло. Алло, добрый вечер. Добрый вечер, как вас зовут? Спасибо. Меня зовут Сергей, я свое мнение хочу высказать по поводу налоговой политики нашего государства, или правительства в частности. Любому чиновнику среднего, высшего, левее без вина выгодно, чтобы бизнес уходил в тень. Чем больше бизнес в тени, тем больше он сам, как бизнес, имеет нарушений, и значит он прикрывается неучтенными теми денежными средствами, которые распиливаются, заносятся, заводятся и все такое прочее. Просто им это выгодно, чтобы бизнес ушел в тень, значит нет учтенных оборотов, и значит больше идут взятки. Потому что бизнес, он тоже такой же живой, как и живой человек, он идет о нарушении. Вот мое мнение. То есть такова экономика российская? Ну да. Сальдо все равно выведет в ноль. Где прибыли, где убытки. Спасибо, Сергей. Тут у меня продюсер мой спрашивает, все ли со мной хорошо. Да нет, со мной все хорошо, и те, кто смотрит видеотрансляцию, веб-трансляцию на нашем сайте www.finam.fm, да, вы видите меня, видите Наташу. Просто у меня такого, вот знаете, давно не было. Вот я на самом деле, я согласен с госпожой Корниенко, которую сказала господину Алексашенко. Господи, хоть бы они не трогали. Да просто не трогали. Я с вами согласен. Знаете почему? Вот потому что не лезьте вы в зарплату людей. Они, эти люди, в чистую работают. Они в законе. Их предприятия платят все, вот все положенные платежи. Вы что их обкладываете-то? Вы себя не хотите обложить. Я понимаете, я готов. Вот тут единороссы. Кстати, в интернете, в блогах появились тролли, нанятые. Вот стопроцентно нанятые. Они любую серьезную тему начинают забалтывать. Всякую пургу несут, да, и так далее. Слава богу, в эфире у нас этого нет. Я надеюсь, что этого и не будет никогда, да. Буду вышибать просто с эфира. И потом я хочу всем сказать. У нас есть система специальная. От Сева. Разок попытаетесь такую вот совершить действие, да. Мы найдем, как это сделать и устранить, да. А вы, кстати, знаете, вот я сейчас подумала, так вы и про налог на недвижимость, и все, я что-то все про налоги возвращаюсь. Просто есть какие-то косвенные механизмы, которые, в общем, и политическую ситуацию-то выстраивают. Вот, допустим, тот же налог на недвижимость, он из-за того, что он невозможен без прояснения прав, вот, он убирает теневую экономику. Потому что когда становится кому что принадлежит, теневая экономика уходит. Она не может, когда есть свет. А налог на недвижимость – это свет. Потому что ты недвижимость в карманчик не спрячешь. Это не торговля, простят уж мне. Вот, ничего другое. Это оно, вот оно стоит. И если известно кому-то, что это стоит… Наташа, я с вами согласен принципиально по вопросу о необходимости подобного лога. Вот этот фактор никто не оспаривает. Но я считаю, что он не своевремен. Никто не оспаривает этот фактор. Понимаете, вот в чем дело. Что это прозрачность. Это дает прозрачность. И более того, многие годы введение налога на недвижимость, оно как раз стопорилось, в том числе из-за того, что думающие люди с той стороны понимали. К чему это? К чему это приведет, что это будет вредно. Для них. Для них. Вот и все. Понимаете, все остальные можно обсуждать. Там так или иначе, какая оценка, сколько будем платить, кто будет платить, кто будет в конце концов налогоплательщиком. Но вот этот фактор, понимаете, он всегда, он и для физических лиц, и для юридических лиц. В том же Новгороде, что было первым шагом, предприятия начали сбрасывать ненужные, лишние балласты. Это факт. Это факт на территории нашей страны, а не где-нибудь в Канаде. Понимаете, то есть есть механизмы, которые на самом деле бы способствовали и вытащили бы. Вытащили бы они эту телегу, но... Но и дальше многоточие. 65, 10, 99, 6, 3w.finam.fm. Это сухой остаток. Finam.fm. В России выгодно быть бедным или о новой налоговой политике федеральных чиновников? Моя гостья Наталья Корниенко. Юрий пишет. Мой тезка. Мне страшно. Мне страшно за будущее своей семьи, за судьбу страны, в которой я живу. 90% людей из разных славев, с которыми я общаюсь, не понимают или не хотят понимать, что происходит в стране. Они ничего не желают слышать о выборах. Боюсь, что когда они захотят, уже будет поздно. Страна захвачена чиновниками и отдана нами самими на разграбление. А выборы с результатами, которые не будут устраивать власть, они объявят несостоявшимися. Вот такие ваши реплики, такие звонки. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Михаил. Я фирму свою называть не буду, где я работаю, по понятным причинам. Получилось так, что я месяц пробыл на больничном. Получил зарплату 25 тысяч рублей. Мой товарищ, который проработал месяц, ну работа такая, и бегать, и с людьми общаться. Вот. Он получил 27 тысяч рублей. Вот такие вот у нас в Москве. А остальное все в конвертах. А. Даже и раньше конверты подписывали, была фамилия и как бы распечаточка, да, что почем, за что. А теперь просто на конверты ставят номера. Да, спасибо. Ну вот. Ну справедливо вообще. Вы знаете, вот недавно мне на глаза попалось интервью одного из наших замруководителей. ФНС. Хорошее было интервью. Он, например, сказал, что с 2007 года там на 40% снизился уровень обжалований. В рамках судебных разбирательств. Так вот, он очень долго и много рассказывал о почерковических экспертизах. Вот. Так что не зря на конвертах номера и все. Вот так вот. И с одной стороны можно порадоваться, что у него не 27, точнее не вместо 27 12, а все-таки 25. В чистую. Ну, вообще даже в принципе. В белую. В принципе, да, понимаете. То есть здесь есть две стороны. Вообще вот чиновники должны осознать вообще то, что они происходят, то, что они делают, это преступление. Это преступление перед будущими поколениями. Потому что то, что сейчас происходит с ПФРом, это их вина. Сто процентная. Они струсили в момент монетизации льгот. Они струсили. И они не продолжили эту пенсионную реформу. Понимаете, пока... Но это одна сторона медали. И те, то, о чем говорит сейчас Наталья, фактически уход в тень означает гигантское недополучение финансовых ресурсов фондами. Разными фондами. Которые формируют в том числе и будущее. Будущие выплаты. Страховые выплаты, пенсионные выплаты и так далее. Но самое страшное, что в этой истории львиная доля российского народонаселения также с этим согласна. Львиная доля не удосужилась понять вообще, почему запороли пенсионную реформу. Почему вот то, что сейчас они делают... Вы знаете, я в блоге, когда написал по поводу вот этого проекта усиление налоговой нагрузки на высокооплачиваемых... Относительно высокооплачиваемых людей. Это не миллионеры. Да нет, ну что вы, это просто, что называется, коммунальные услуги оплатить. Не более того. И содержание своих детей в лучшем случае. Минимально, без фруктов. И еще трусы, чтобы были на себе, да, а не голым бегать. Уж простите за эту прямоту. Вы знаете, я написал, знаете, я какие комментарии получил? Вы там, журналисты, зажравшиеся. А вот тут вот так вот. И люди даже не ассоциативно не пытаются сопоставить одно с другим, да. Что решение чиновников коррелирует с позицией по заработной плате, по отношению работодателя. Вот, кстати, я благодарен нашему слушателю, который позвонил и сказал, что тень выгодна чиновникам. Да, абсолютно. Там они рыбку-то ловят. Это вот тот баланс, собственно, да. К сожалению. Здрасте, как вас зовут? Алло. Здрасте, меня зовут Алексей. Я хотел извиниться, во-первых, я в прошлой передаче вам звонил, очень нервно разговаривал. Да. Больная тема, перенос. Вот, хотел... У нас все нервные программы сегодня, да. Да, ну, знаете, вот с точки зрения налога и недвижимости я полностью с вами должен не согласиться. Я сам предприниматель и считаю, что это единственный справедливый вообще налог, который может быть. Что налог на недвижимость, налог на землю. Малоимущие, свое население отсечь очень легко. За то, кто действительно... У нас же большинство, крупные все состояния, они, ну, наворованные. И хотя бы брать с них налог на недвижимость, это уже нормально. Вот. Единственное, надо сказать, что А, надо сказать Б. Надо... Вот под 100 тысяч государство должно купить себе там под Сколково или под что угодно. Вот это справедливо. Алексей, знаете, я в чем вот не согласен с вами? Это нехорошо. Вот, все правильно, фактологически, по учебнику идеально. Но, значит, вот я готов рассматривать любые вопросы, связанные с повышением налогов, тарифов, когда чиновники вернут 1 триллион, который они своровали по госзакупкам. Вот тогда я готов вернуться к этой теме. 1 триллион из 5 триллионов разворовывают и перекладывают в свой карман. Скажите мне, пожалуйста, почему те, кто имеет квартиру там 100 квадратных метров или 200 квадратных метров, это не ахти какая на самом деле недвижимость. Да, она большая для среднестатистического россиянина, но это нормальная недвижимость для большой семьи. Почему эти люди должны на хотелке чиновников давать еще дополнительные деньги через рыночный налог на недвижимость, в то время как эти, этот триллион забирают себе в карман. Понимаете? Вот, это принципиальный вопрос. Олег Ефимович пишет, почему вы излишне пессимистичны, это предвыборная шумиха, и добрый кандидат скоро заступится за народ, а вот после выборов вот там будет интересно. Я вам хочу сказать, Олег Ефимович, значит, за первое полугодие масса предприятий обанкротилась из-за вот этого пресловутого преступного решения перехода с ССН на страховые взносы. Масса людей была уволена. Где добрый кандидат был в этот момент? Через полгода Кудрин признал ошибку. Что делать с теми, кого уволили, с теми, у кого предприятия обанкротились, с теми, кто ушел в тень? Вот что с ними делать? Правильно говорит Наталья, вот, ну теперь их не заставишь. Вот, я не знаю, там, из золота им создая условия. Раз нарвавшись, человек не доверяет. Да нет, уже не раз. Уже же не раз. Мы же с вами сделали вывод. Уже не раз. Уже третий раз волки кричали. Практически так, по-серьезному, если смотреть. Давайте еще успеем, наверное, пару звонков. 65 10 99 и 6, 3w.finam.fm. Добрый вечер, алло. Алло. Как вас зовут? Меня зовут Валерий. Угу. Юрий, потрясающе. Сегодня две передачи. Я вот домой приехал, не могу зайти. Вот давно такого не было. Сейчас жена будет ругаться. Валерий, заходите домой. Да нет, вот относительно, где деньги, вот этот вопрос, который у вас вот звучит. Вот нам весь мир показывает пример. Вот что Греция, Испания, Италия и Америка. Сокращение госрасходов. Вот даже взять вот эту нашу Думу, сократить ее там 450 до 200. Нет, нет, они собрались парламентский центр себе строить. Да, да, да. И всем там мест будет, и помощникам депутатов, и уборщицам, всем хватит. Сократить правительство пополам. Ведь, понимаете, Москва в советское время принимала там и союзное правительство, все помещалось. И Верховный Совет СССР, и РСССР, и все двойные министерства. И всем хватало места. Тут прошло 10 лет, мэрия захватила СССР, не помещается. Строят все комплекс там, за Моссоветом сзади целый квартал отгрохали. И вот они и деньги. Сократите свой аппарат. Ну кто же на это пойдет по-жилому резать-то? А это зависит от нас. Это зависит от нас, от людей. Знаете, вот кто бы мне что ни говорил там про выборы, про предстоящие, что все нарисуют и так далее. А вот шиш. А вот они надеются, знаете, на что? Что у нас сейчас милиция в два раза больше, чем армия. И они думают, что эта милиция пойдет их защищать. Но они опять ошибаются, что эта милиция точно так же, как в 91-м году первая убежит и не пойдет их защищать. Вот это главная ошибка, как это выражается, ну, один из ваших гостей антинародного режима. Да, да, спасибо, Валерий. У нас просто время закончилось. Вы знаете, я еще раз хочу сказать. Я против этих всех революций. Я против всех техизмов, какие бы они ни были, да. Нужно жить человеческой жизнью. Сериал Сашенко сегодня улыбнулся, когда я сказал про совесть. Слушайте, ну, так можно улыбнуться, когда я скажу и про закон, да, при юристе Натальи. Но если не соблюдать, ребят, это все грохнется. Вот просто грохнется и все. Право применения. Нету белых и пушистых. Есть все едины перед законом. Одинаково ответственные. Вот когда мне говорят о том, что они хотят заглянуть в карман людей, я прошу, господа чиновники, верните триллион и поговорим. Триллион на базу в бюджет федеральный из своих карманов, да. И тогда мы будем рассуждать вот на равных, что называется, вопрос о том, что надо поднять или не надо поднять. 75 тысяч это высокая зарплата, 43 тысячи высокая зарплата. Или достаточно, чтобы люди, знаете, вот были серой массой. Наташа, вам огромное спасибо. И вам спасибо. Будем встречаться как-то не оптимистично. Слушайте. А хотите оптимизма? На 20 секунд. Значит, у нас в июне посчитали индекс промышленного оптимизма. Ну, мы и делаем институт. Так вот, он у нас достиг максимум 2011 года, вот сейчас в июне, и вырос сразу на 5 пунктов. Браво! Вот на этом мы заканчиваем сегодняшнюю программу «Сухой остаток». Спасибо. Спасибо.